Она плачет, как котенок. У Лизы Жуковой из Екатеринбурга синдром Лежона, который еще называют синдромом кошачьего крика. Эта редкая хромосовная мутация встречается у одного ребенка из 50 тысяч. Вести Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Такой высокий и пронзительный плач, напоминающий мяуканье котенка, мама Лиза услышала еще в роддоме. Тогда она не придала этому значения, но неврологи сразу сказали, у девочки синдром кошачьего крика. Об этой патологии говорили и внешние признаки. Плоская переносица, эпикантус во внутреннем уголке глаза. При этом хромосомном нарушении новорожденные умственные физически заметно отстают от сверстников. Мама называет дочку дюймовочкой. В свои полтора года Лиза весит всего 7,5 килограммов, как 7-месячный ребенок, и пока не умеет ходить. У нас еще полупозвонок в грудном отделе, из-за этого у нас сколиоз, нам предстоит операция в Питере. Ну и еще у нас был порог сердца. Осенью близкие друзья Анастасии помогли собрать деньги на реабилитацию в московском центре. После лечения малышка научилась сама вставать в кроватки, кусать и жевать печенье. Врачи убедили, что при правильном подходе девочка сможет ходить в обычный детский сад и даже разговаривать. Но нужно регулярно проходить восстановительное лечение. У Лизы с рождения выявлена редкая хромосомная патология. Синдром делеции короткого плеча пятой хромосомы, синдром кошачьего крика, что приводит к задержке нормального развития. Ребенок нуждается в госпитализации для восстановительного лечения. Цель – коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие мелкой моторики, восполнение отсутствующих двигательных навыков, развитие речи. Стоимость лечения – 201 070 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Лизе можете вы. Достаточно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «Дети», например, «Дети 20» или «Дети 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования. Можно и через мобильное приложение. Все подробности есть на сайте Русфонда. Олеся Подольская, Алексей Богданов, Вести Урал.